МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая победа самбистки Анны Гореликовой на чемпионате России. Танцуй, пока молодой. Клуб спортивного танца «Виа Дэн» стал лучшим на престижном конкурсе. Глава Крымского района Сергей Лесь продолжает проводить встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций, в ходе которых информирует работников об итогах социально-экономического развития района за прошедший год и делится планами на 2018-й. Мы начали ставить пристройки на существующие детские сады. Есть детский сад, существует, позволяет пристройка. Мы ставим пристройку 65 мест в существующем детском саду, получаем 65 мест. В этот раз глава района провел встречу с трудовым коллективом предприятия «Русджам Стеклотара Холдинг». Сергей Лесь отметил, что в прошлом году одним из основных достижений Крымского района стало погашение кредиторской задолженности. В районе нет долгов. Я уже это говорил. Мы живем без долгов. У нас нет кредиторки. Мы никому не должны. Ни одному субъекту малого, среднего бизнеса. Мы не должны поставщикам, подрядчикам. То есть мы повысили, как я уже говорил, долги с 2013 года. Это за тепло, за питание наших детей, за коммунальные все платежи по школам, по детским садам. Встреча прошла в режиме диалога. В ходе беседы затрагивались разные темы. Глава района рассказал о том, какие шаги планирует сделать в первую очередь и каким он видит будущее района. Сергей Лесь ответил на вопросы сотрудников. Поблагодарил руководство и коллектив предприятия за работу. Перед администрацией крымского городского поселения стоит задача сделать город комфортным, современным, благоустроенным и чистым. Чтобы каждый житель гордился местом, в котором он живет. В городе Крымске ведутся активные работы по благоустройству. На сегодняшний день у нас работы ведутся, это улица Маршала Гречка. Продолжаются работы, которые идут от улицы Свердлова до самого автовокзала непосредственно. Также у нас ведутся работы по парку, парк Тельмана. Запланированные работы буквально, наверное, на этой неделе начнутся работы у нас по улице Карлолибных. Это от улицы Демьяна Бедного до Синева тоже будет тротуар. Также мы сейчас делаем, в настоящее время начинаем делать на отдаленных улицах. В рамках комплексного благоустройства города по улице Маршала Жукова от улицы Линейной до Курганы проводятся работы по строительству тротуара. Делать с основания под асфальт, чтобы летом не терять время, чтобы можно было как раз за это время осадку даст, где можно там еще подсыпать будет. А летом, чтобы просто уже идти чисто асфальтом стелить. По улице Горной устанавливаются новые бордюрные камни. Эти работы должны были уже завершиться. Но, к сожалению, погодные условия не позволили этого сделать. В этой погоде выхватываем возможность в промежутке времени, когда можно заниматься благоустройством города. То есть непосредственно сейчас делаем улицу Горную, потом мы планово перейдем на улицу Синева. Потому что у нас улица Синева в этом году запланирована, буквально через неделю уже выстоим на аукцион асфальтирование улицы Синева. То есть там сделаем благоустройство в виде бордюра. Дальше пойдем по Маршала Гречка, дойдем до улицы. И также следующий у нас по планам у нас это улица Лермонтова, это наш спальный райончик. Там где у нас многоквартирные дома и большое количество жителей живет. Но, к сожалению, там не хватает ни тротуаров качественных. Тротуаров, конечно, везде по городу не хватает, но сделаем там сразу и дорогу, и тротуар. Также в планах городской администрации выполнить ремонт в асфальтовом исполнении улиц Синева, Лермонтова от Маршала Гречка до Таманской и Карла Либнихта от улицы Коммунистической до Кирова. В бюджет крымского городского поселения поступили дополнительные средства, которые будут направлены на озеленение города. Спасибо Сергею Леевичу за активное участие. Мы прошли все улицы, именно центральные вездные группы, за и въезды в город. Обсудили буквально на каждую улицу. Каждая улица будет в своем исполнении. Именно по высадке деревьев. Именно деревьев, местами будут кустарники. То есть мы хотим все-таки сделать город зеленый, красивый, как мы и обещали. Кроме этого, будут проведены работы по замене и ремонту уличного освещения. Повышение качества жизни населения – это главная задача администрации крымского городского поселения. Впереди еще много работы, направленной на развитие нашего города, отметил глава городского поселения Янис Будагов. Сегодня и краевые районы власти ставят перед казачеством серьезные задачи. И казаки с ними успешно справляются. Труд, который они вкладывают в развитие своих станиц и хуторов, неоценим. В Крымский прошел совет атаманов Крымского районного казачьего общества. В работе совета приняли участие атаман Крымского районного казачьего общества и представители районной администрации. Глава муниципалитета поблагодарил казаков за их работу и патриотическое отношение к родине. Вы на сегодняшний день не просто подспорья и помощники, а настоящие хранители своей малой родины. Вот действительно, я правда всегда это говорю, казаки – это войско православное. Так оно и есть на самом деле. Вам огромное спасибо, вам низкий поклон за вашу работу. Продолжайте помогать и давайте вместе сделаем наш район сильнее, лучше, крепче. В свою очередь атаман Крымского казачьего общества Сергей Гречененко поблагодарил от себя и от всего казачества главу муниципалитета за поддержку. Казаки района в знак благодарности преподнесли Сергею Лесь подарок – настоящую казачью папаху. Казаки городского, станичных и хуторских казачьих обществ обсудили меры по обеспечению общественного порядка, которые будут приняты во время проведения выборов президента Российской Федерации 18 марта и ряд других немаловажных вопросов. Изменения в налоговом законодательстве в 2018 году. Эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании субъектов малого и среднего бизнеса, которое организовала Крымская торгово-промышленная палата под руководством председателя Павла Могачева. Пенсионный фонд, фиксированные платежи будут в размере 26 545 рублей в год за 2018 год полностью. И обязательное медицинское страхование составит у вас 5840 рублей. Заместитель руководителя фонда микрофинансирования Краснодарского края Ростислав Гончаров рассказал о видах и условиях предоставления микрозаймов субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы предоставляем льготные микрозаймы для предпринимателей до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет. Максимальная процентная ставка 7,75 годовых. И здесь уже различие в том, для каких целей вам нужны деньги и как вы отчитаетесь за них. Здесь уже варьируется процентная ставка. Если вы начинающий предприниматель и работаете до года, вам нужны деньги взять в нашем фонде, вы можете рассчитывать на сумму до 700 тысяч рублей по процентную ставку 5,75 годовых. И еще бонус какой, если предприниматель является студентом и ему еще не исполнилось 30 лет, то применяется льготное 6 месяцев, льготный срок, он выплачивает процентную ставку по кредиту 3,5% годовых. О программах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе в сельском хозяйстве и промышленности, ознакомил представители бизнес-сообщества, заместитель руководителя Департамента промышленности Краснодарского края Михаил Дорожков. Программа предусматривает 6 мероприятий по субсидированию наших краевых и промышленных предприятий, в том числе являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Коротко остановлюсь на данных мероприятиях. Два мероприятия направлены на субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингам. Первое – это кредиты, полученные на приобретение оборудования, техническое перевооружение, модернизацию производства, либо приобретение оборудования в лизинг. Общий объем финансирования мероприятия на 2018 год составляет 20 миллионов рублей. Субсидия предоставляется из расчета не более 3-4 ключевой ставки Банка России, действующие на дату заключения кредитного договора от фактически произведенных получателем субсидии затрат на уплату процентов за пользование кредитом. Отметим, что встреча прошла в режиме диалога. Предприниматели задали президиуму интересующие их вопросы, на которые получили конкретные аргументированные ответы. А прямо сейчас сообщение от пресс-службы ГИБДД города Крымска. Превышение скорости привело к смертельному ДТП в Крымском районе. Насмерть разбился 54-летний водитель «семерки». Автомобиль перевернулся и улетел с дороги в Кувет. По предварительным данным, 13 марта 2018 года в 18.00 на автодороге Крым-Джигинка 54-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», не избрал безопасность скорости движения, в результате чего допустил занос автомобиля, съехал с дороги и совершил наезд на препятствие дерева с опрокидыванием транспортного средства. При дорожном транспортном происшествии в обитель автомобиля «Лада» скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция Крымского района обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть внимательными на дороге. Согласно пункту 10.1 ПДД, водитель должен ввести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и груза, дорожные метеорологические условия, в частности, видимость и направление движения. Одна из главных причин несчастных случаев с людьми на улице – это внезапное появление пешеходов перед близко идущими автомобилями и переход дороги в неустановленном месте. Еще одно дорожно-транспортное происшествие произошло на территории Крымского района, в результате которого пешеход получил телесные повреждения. По предварительным данным, 16 марта 2018 года в 0 часов 15 минут на автодороге Крым-Жигинка неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на 31-летнего пешехода, движущегося на проезжей части дороги вне населенного пункта в неустановленном направлении. В результате дорожных транспортных происшествий пешеход получил телесные повреждения. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Очевидцев данного ДТП просьба сообщить по телефонам, указанным на экране. Уважаемые водители и пешеходы, будьте внимательны, взаимовежливы, аккуратны и дисциплинированы. Стальная хватка и железная воля. Сильнейшие спортсмены приняли участие в чемпионате России по самбо. Три дня в Хабаровске кипели нешуточные страсти. Более тысячи бойцов со всех регионов страны боролись за звание сильнейших в своих весовых категориях. Бронзовую медаль с чемпионата России привезла крымская самбистка Анна Гореликова. Это важнейшие соревнования у нас у спортсменов. То есть это отбор на чемпионат мира, чемпионат Европы. Заняла я на нем бронзу, получила право участвовать в престижных мировых турнирах. Потому что первый на мир, второй на Европу и вся тройка катается на международные турниры. Ближайшие из них во Франции. Для меня это награда особенная и значит для меня очень много. Потому что за нее мне пришлось в прямом смысле слова побиться. Проборолась я на этом чемпионате четыре встречи. В поединке за выход в финал Анна боролась с именитой самбисткой России. Но за шесть секунд до окончания схватки что-то пошло не так. Веду встречу счет 4-3. До конца встречи остается шесть секунд. Смотрю на табло и уже представляю себя в Греции. Ну, мир в Румынии, Европа в Греции. Как минимум уже на Европе за выход в финал. Останавливаю встречу, нас поднимают. Мне дают замечания за то, что я атакую. Они посчитали это как уход от борьбы. Дают замечания, если еще 5-4 проиграю. Как, что, я так до сих пор не пойму. Мы, конечно, будем подавать апелляцию. Но хоть встречи не верну. По словам тренера спортсменки Артура Адамяна, судьи необъективно решили судьбу этой встречи. Проведя 4 встречи, в принципе, все 4 встречи, выиграв, она заняла только третье место, потому что схватка за выход в финал получилась драматичной. Судьи необъективно отсудили эту встречу. Ну, жизнь не остановилась, жена. Мы продолжаем. А нету все-таки с 10 лет она уже в этом виде спорта. И всякое было. И засуживали ее. И незаконно. Ту или иную встречу отбирали у нее. Поэтому она нормально, стойко переносит все эти тягости, так сказать. Чтобы встать на пьедестал почета и завоевать бронзовую медаль, крымской самбистке пришлось буквально вырывать победу. За бронзу борюсь с Бондаревой, пятикратная чемпионка мира. Выходит тренер, я после встречи проиграла. И я говорю, с кем следующую борюсь. А у меня с Бондаревой. Я не поняла. Не может быть. И я говорю, а что делать? Он говорит, свое. То есть вырывать. Тут надо было прямо вырывать эту победу. Потому что если бы так же отборолась, так же ей бы помогли. Ну и перед встречей выхожу на ковер уже. Понимаю, что терять нечего. Когда нечего терять, то, конечно, способна на многое. И со счетом 8-0 это чисто. Со счетом 6-1 выиграла. То есть реально выгрызла эту бронзу. По словам спортсменки, для нее эта награда особенная. Ведь теперь она имеет право участвовать в престижных мировых турнирах. Пожелаем ей удачи и легких побед. Юные крымские танцоры вновь вернулись домой с наградами. В Ростовском дворце спорта ведущие спортивно-танцевальные клубы России боролись за звание обладателя Кубка «Тихий Дон». Клуб спортивного танца «Виадэнс» на всероссийском турнире завоевал полный комплект наград. Неожиданно приятно. Стали победителями во всех возрастных номинациях. Это что касается групповых. И также очень много привезли медалей призовых мест в сольном исполнении. Крымские звездочки с триумфом выступили в Ростове-на-Дону. 30 ребят представили Краснодарский край в разной возрастной категории. На победу они настраивали себя с самого утра. Я с самого утра себя настраивала на то, что я победитель, что я должна выиграть. И перед выходом на площадку было некоторое волнение, но я себя переборола. В турнире участвовало много российских городов. По словам руководителя клуба, судейская коллегия по достоинству оценила выступления наших талантливых танцоров. Судили нас очень серьезные судейская коллегия. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Москва, Ростов, естественно. И я думаю, что по достоинству оценили. Мы очень понравились, потому что я, когда мы на нейтральной территории разговаривали с судьями, они были очень в восторге от наших детей. И вообще говорили, что южное отделение нашей танцевальной организации Краснодарского края, она очень сильная. Клуб спортивного танца «Виад-дэнс» под руководством Инны Подаруевой показал свой профессионализм. И каждый привез домой почетную грамоту, кубок или золотую медаль. Я был в восторге на дону. Мы ездили с командой по хип-хопу на соревнованиях. Я занял первое место. Я заняла два первых места по хип-хопу и по диско. Мне совсем не было страшно, потому что я танцую не первый раз. И мне очень сильно понравилось на этом конкурсе. Клуб существует более 10 лет. Все занятия проходят в спорткомплексе «Али», где занимается более 50 человек в возрасте от 2,5 до 15 лет. И каждый раз «Виад-дэнс» выходит на сцену, демонстрируя яркие, эффектные, удивительные, неповторимые выступления и уже обрел славу и известность во всех уголках Краснодарского края. Были посвящены в молодые избиратели. Выбирай свою дорогу и по низме не идти. Пусть к тебе придет удача, если честно ты проши. В Большом зале Центра развития творчества детей и юношества собрались ученики школ Крымского района, студенты Крымского технического колледжа и Крымского строительно-индустриального техникума. Молодые депутаты городского и районного советов. Поздравили ребят с этим событием почетные гости. Именно за вами то, что будет происходить в ближайшие годы. Именно вы придете на смену старшему поколению. И именно от вас зависит, кто станет следующим президентом Российской Федерации уже в это воскресенье. Поэтому я поздравляю вас, призываю быть активнее и все приходите на выборы. Очень важно, чтобы молодежь понимала, что участие в избирательном процессе, в выборах – это не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность перед обществом за свое решение. Для меня выборы – это прежде всего осознанная необходимость, которая делает нас не просто населением огромной страны, а ее гражданами. Это участие в жизни государства, не только в его настоящем, но и в его будущем. Это тот самый гражданский шаг, который человек обязательно должен сделать. Хочу, чтобы наша страна процветала, развивалась, становилась все еще более могущественной. Вот за это я и буду голосовать 18 марта. Это мои первые выборы. Я голосую, а значит я выбираю будущее и будущее следующего поколения. Наказы молодым избирателям вручили депутаты города и района. Завершилось мероприятие выступлением волонтеров Детского эколого-биологического центра. В это воскресенье, 18 марта, мы будем выбирать президента России. Восемь кандидатов на этот пост завершили свою агитацию. Уверен, многие из вас, уважаемые телезрители, определились с выбором достойного кандидата. Но для того, чтобы победил именно тот кандидат, за которого вы хотите отдать голос, вы и должны прийти на выборы. Ведь только те, кто не поленился встать с дивана и дойти до избирательного участка, в итоге будут решать, кто победит. Оппозиционный политик, действующий глава государства, коммерсант или телеведущая. Помните, отдавая голос, вы пользуетесь своим правом определить будущее России. Приходите в воскресенье на свои избирательные участки с 8 до 20.00 и выберите достойного главу нашего государства. Кто станет новым президентом России, мы узнаем только на следующей неделе. Ну а какие сюрпризы преподнесет погода, уже известно Нине Квасовой. А я напоминаю, что в любое время вы сможете посмотреть новости телерадиокомпании «Крымский экран» на сайте Крымского экрана и на страницах социальных сетей. Будьте в курсе событий вместе с нами. Всего доброго! Здравствуйте! На календаре весна, а на термометрах кубанцев по-прежнему прохладно. Дождь и снег обещают синоптики к середине этой недели. В понедельник погода еще порадует теплом до 16 градусов выше нуля. Уже во вторник возможен сильный дождь с грозой. Среди недели до 11 выше нуля без осадков. А вот в пятницу специалисты обещают мелкий мокрый снег. 21 марта – день весеннего равноденствия, когда ночь и день сравняются по продолжительности. В северном полушарии начнется весна, а в южном – осень. Эта дата считается астрономическим днем рождения весны. А в субботу, 24 марта, все желающие смогут присоединиться ко всемирной экологической акции «Час Земли». С 20.30 до 21.30 будет отключено электропитание известных памятников изданий, участников акции. Также организаторы призывают в течение одного часа не включать электричество всех, кто неравнодушен к будущему нашей планеты. Это все о погоде на неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин